Приветствую вас, вы на канале Инстардинг Новости и сегодня вас ждет ряд интересных и громких новостей от Илона Маска, а также словаки, которые сертифицировали летающий автомобиль. Еще я расскажу про аэротакси, которая разогналась до рекордных скоростей. В общем, на эти и многие другие темы мы поговорим прямо сейчас. Не переключайся, подписывайся на канал. Я желаю приятного просмотра. Поехали! Давненько мы с вами не обсуждали новостей о Илони Маске и его компаниях. Я думаю, пора прервать это молчание и рассказать вам парочку новостей. А начнем мы с нейролинк, которая уже на пороге испытаний мозговых имплантов на людях. Да-да, вы не ослышались. Чипы компании скоро будут испытывать на людях. В настоящее время нейролинк ищет директора по клиническим испытаниям, что может свидетельствовать о том, что она приближается к реализации своей давней цели. Имплантации устройства в мозг человека и переходу к испытаниям на людях. Честно говоря, жутковато становится от этих технологий, но да ладно. Согласно описанию вакансии, директор по клиническим испытаниям будет контролировать давно обещанные стартапом революционного медицинского устройства на людях. Мозговой имплант нейролинк, который, по словам Маска, уже позволяет обезьянам играть в видеоигры силой мысли, предназначен для лечения различных неврологических расстройств, таких как паралич. В прошлом месяце Маск сообщил The Wall Street Journal, что нейролинк надеется имплантировать свое устройство в человеческий мозг в 2022 году. Однако в прошлом он делал похожие прогнозы, которые оказались слишком оптимистичными. Первые испытания на людях, которые производители медицинского оборудования должны пройти на пути к одобрению продукта управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, известны как проверка на осуществимость. После одобрения устройства регулятором начинаются основные испытания. Пока не ясно, на каком из этапов нейролинк находится в данный момент. Как правило, производители медицинского оборудования нанимают руководителей по испытаниям на ранней стадии взаимодействия с регулятором, чтобы спланировать испытания таким образом, чтобы повысить шансы на одобрение устройства. Теслафон Переходим к следующей новости. В 2022 году мир увидит новинку от Илона Маска – Теслафон. И это по заявлениям не просто смартфон, который способен составить конкуренцию всем гигантам, а действительно лучший смартфон, который по всей вероятности оставит их на несколько шагов позади. Многие люди однозначно решат приобрести себе Теслафон, потому что это будет уникальный смартфон, с возможностями, которые еще никогда не были доступны в существующих на сегодняшний день смартфонах. Давайте приоткроем занавес и посмотрим, какие же характеристики у этого устройства и что же в нем такого уникального. На сегодняшний день известно, что смартфон будет снабжен процессором Qualcomm Snapdragon 8 серии, оперативкой на 16 гигабайт, двумя вариациями объема встроенной памяти – это на 512 гигабайт и на терабайт, быстрой зарядкой USB Type-C, графеновым аккумулятором – емкость пока неизвестна, но известно, что скорость заряда с 0 до 100% менее 10 минут, и влагозащитой IP68, погружение до 2 метров. В разработке Теслафон принимал непосредственное участие сам Илон Маск, и, конечно же, смартфон имеет некоторые уникальные возможности. В тыльной части смартфона разместилась солнечная панель, которая позволяет за 30 минут пребывания под солнцем зарядить устройство на 20%. Так, например, находясь в путешествии вдали от цивилизации, не имея возможности зарядить телефон, вы сможете быть всегда на связи, просто подставляя телефон под солнечные лучи. Ни один из существующих флагманов не может похвастаться такой возможностью. Все вы знаете, что у Маска запущен в реализацию проект Starlink. Так вот, Теслафон обладает возможностью подключаться к этой сети напрямую и пользоваться скоростным спутниковым интернетом из любой точки планеты. На мой взгляд, это, конечно, сомнительная технология, неизвестно, как она будет работать, из телефона, может, просто я слишком скептически к этому отношусь, ну, в общем, не знаю. Как вы считаете, друзья? Ответьте в комментариях. Реально ли вообще это реализовать? Просто вот подумайте и выскажите свое мнение в комментариях, очень интересно будет почитать. В общем, полная презентация Теслафон состоится позже, а старт продаж ожидается ближе к концу 2022 года. Во сколько Илон Маск оценит свою революционную новинку, пока неизвестно, но я думаю, конечно, это будет стоить немалых денег. И еще одну тему мы разберем касательно компании Маска, и на этот раз мы поговорим о Тесла Сайбертрак, который показали на видео. Друзья, заранее извиняюсь за качество данных видеофрагментов, к сожалению, лучшего качества исходников не удалось найти. В общем, довольствуемся тем, что есть. Электропикап Тесла получил изменение экстерьера, и это может быть предсерийная версия. По сравнению с предыдущей версией, показанной в ноябре 2019 года, пикап обзавелся более обыкновенными колесами без колпаков, диски похожи на стандартные от Тесла Model 3, со снятыми аэродинамическими крышками, крупнее стали передний бампер и колесные арки, появились боковые зеркала, а на лобовом стекле установлен один огромный дворник. И да, он не лазерный, как обещали изначально. Официальная информация по поводу футуристического автомобиля может появиться 26 января. Илон Маск проведет большую конференцию и обнародует финансовые показатели Тесла за 2021 год. Переходим к другим новостям. Летающий автомобиль Aircar получил от властей Словакии сертификат летной годности в экспериментальной категории. Это произошло после более 70 часов летных испытаний. Client Vision разрабатывает Aircar с 2016 года. Внешне летающая машина похожа на спорткар, но трансформируется в самолет за 3 минуты. Корпус автомобиля выполнен из композиционных материалов. В его задней части располагаются две телескопические балки с килями, которые раскладываются с помощью гидравлического привода. А также есть складное крыло. Летающий автомобиль рассчитан на перевозку пассажиров и грузов массой до 200 килограммов. 24 января компания сообщила, что транспортные власти Словакии сертифицировали этот автомобиль. Машина получила сертификат летной годности в экспериментальной категории. Компания собирается подать на CS-23, сертификат Европейского агентства по безопасности полетов для средних и малых самолетов. Для этого ей нужно будет построить 3 Aircar, которые в процессе сертификации будут уничтожены. Сейчас компания тестирует авиационный двигатель южноафриканского стартапа Adapt Air Motive, который планирует использовать на серийной версии летающего автомобиля. Ожидается, что он позволит ей развивать скорость более 300 километров в час и пролетать до 1000 километров. Клайнвижн планирует сертифицировать серийную Aircar в течение года. Стартап Скудерея Кэмерон Гликенхаус представил первый внедорожник Бут на топливных элементах с нулевым углеродным выбросом, для чего вместо сжатого водорода в качестве топлива в нем использован сжиженный криогенный водород. Испытать свое детище компания намерена в ходе гонки по пустыне. Своё решение использовать именно сжиженный водород в компании объясняет стремлением реализовать новые идеи, ориентированные на экстремальные гонки в условиях бездорожья. Сжиженный водород имеет ряд преимуществ, например, превосходную плотность энергии 120 мегаджоулей на килограмм. У бензина этот показатель равен всего 44 мегаджоулей на килограмм. Литий-ионные аккумуляторы в данном случае вообще выглядят полными аутсайдерами, с одним мегаджоулем на килограмм. Как уверяют в стартапе, запаса топлива должно хватить на всю гонку, то есть почти на 2000 километров. Мы уже неоднократно рассказывали про стартап Joby Aviation и его достижениях. Летом прошлого года он установил рекорд дальности полета для электрических летательных аппаратов вертикального взлета и посадки. В минувшую пятницу прототип пятиместного аэротакси S4 развил рекордную скорость в истории этого типа авиации. Скорость составила 330 километров в час. Достижение разблокировано. Скорость, написала компания в твиттере. Наш первый предпродажный летательный аппарат совершил, как мы считаем, самый быстрый среди Витол полет со скоростью 330 километров в час. Следующая остановка – высота 3000 метров. Это важное достижение для компании, которая намерена реализовать коммерческие рейсы на Витол уже к 2024 году. Благодарю за просмотр. Обязательно поставьте свой мощный лайк этому видео, подпишитесь на наш канал, если по каким-то причинам этого еще не сделали, поставьте колокольчик, порекомендуйте его друзьям и не забывайте оставлять комментарии внизу под видео. Все наши полезные ресурсы вы найдете по ссылкам в описании. Ну а на этом я с вами прощаюсь. С вами был Андрей. Я желаю вам отличного настроения. Не переключайтесь. До скорых встреч.